Ну так пользу вам не будет. Слушайте очень внимательно. Так, иди сюда. Куда ты? Она и не думает, что до нее возьмутся. Так, у тебя телефон есть, я так сказать, который снимает? Нет. У тебя телефон какой-то есть такой, которым ты снимать можешь? Вообще есть телефон, который снимает. А? Вообще есть телефон, который снимает. Сколько он стоит? Тысяч 15. Мы бьемся, я даже лишний сухарь, чтобы не съесть. Потому что я не говорю хлеб покупать. А ты покупаешь это 15. Не работаешь, кушаешься отвратительно. Как ты могла сделать это? И это не все. Мне сейчас приехали из Барнаула и рассказывают. У вас кончилась гречка, морозительное масло, ну и там что-то еще. Я каждый раз на каждом собрании спрашиваю лично вас. Вам надо проходить мимо? У меня продукты. Не надо. А потом за глаза уже и так и раз навязывается. Ну так это каждый раз. Это за кого у нас? То есть разговоры идут. Ты не говоришь, что они идут. Вы ничего не берете. А я навязываюсь. Опять неделя проходит собрание. Если из вас кто-то есть, ребята, так не ставь, ставь рядом. Ты помнишь, что я спрашивал всегда, нужны продукты? Да. Притом отвозят дальше. И сказали, надо. Мешок муки, мешок рожек, вермишели, пятилитровая банка растительная, с сахаром, что есть у меня, даже соли. И увозят бесплатно. Люди наши, общинные. Это община, что значит? А, Гриша, слушай внимательно. Я только скажу Андрею. Там Андрей тоже сидит. Как? Разговоров нет. На машину погрузили, реметийшек и туда. Почему вы говорили, что не надо? Обреченный режим избрали? В моей жизни было. Меня арестовали. Я первый в стране на 10 лет раньше Нового мира распространил архипелаг ГУЛАГ. 11 пленок по 375 метров. Что делать? Это может быть даже 9 тогда было. Не в этом дело. Девочка, чтобы никуда не уходила, я ей кое-что тоже скажу. А у меня 6 экземпляров. Скажите, вы для чего я начитываю? Ну, чтобы сохранить. А 6 экземпляров для чего? А у него статья. Насчитал Бабкин для распространения. Мне надо от этой статьи отгребаться. А я как отгребусь, когда 6? Одному-то мне 6 экземпляров-то не надо. Значит, я садил, а я их для того оттиражировал, чтобы кому-то дать. Статья бьет по мне. А я до этого только везде говорил, кому надо, кому надо. Никому не надо, только КГБ надо. Оно и забрало. А вновь подвело итог и уничтожили. Я это подвело, если куда-то рядом с тобой. Чего я про себя рассказываю? А то, что у меня много всего. Я стараюсь скинуть, отдать. Бесплатно. Ни копейки. Сколько лет? Сколько лет в лагере было? Это 8-й. Сколько? 8. 8 лет. А еще это бывает бесплатно. Я не в доброе вхожу, а рассказываю, что необходимо знать. И они отказываются от продукта. Почему отказываются? То есть у меня перегруз. Я перегруз. Там мыши, кошек туда пускаю. Я не могу никак отбиться. А нам не надо. А я там, если кто знает, Володя перекидываю. То мне, ну, отсюда взять, до стены. Вот такой вот высоты примерно. Мешки. С Украины приехали беженцы. Только позвонили, мы сразу скидываем туда. Мне помогают. Не мое. Но дали мне. Я ответственен за это. И мы ловим ушами, кто нуждается. Не кто даст, а кто нуждается. Кто нуждается? Вот на мои книги рассчитываются здесь вчера. Я повернул руку и сказал, расчет не мне отдавайте, отдайте он тому человеку. Я для этого призвал. Я хвались моим Господом. Это не мое. У меня сейчас кубометр долларов будет лежать. Я не пойму, что это такое. Это газета обыкновенная. Меня Бог на это избрал, чтобы я не чувствовал цены ни в чем. Просто нет. Это моя жизнь. Вот я в заплатах стою. Это как раз мне то. И меня одевать просто вопрос из вопроса. Продуктов я больше давать не буду. С добром не навеливается. За добро благодарят. Ничего этого нет. Я каждую копееку. Со мной живет, только жена знает. Она прозвала меня великий экономист. Вот у меня телефон. Вот этот вот. Знаю, что другой, который был испортился. Один из предпринимателей меня находит. Сажает в машину. В село. Идет по магазину. Выбирай любой. Я говорю, только самый дешевый. Если он заплатил за другой, он его сдан в службу. Купил вот этот вот. Я открою. У меня все время поступают здесь какие-то деньги. 500 рублей, бывает тысячи. Я дважды в году отдаю кому-то нуждающимся, чтобы они сняли. Ну, обескровили. Это значит пропадает. Ну, тут много берут. Я по интернету говорю, не посылайте. Все равно посылают. Один говорит, я посылал. Только один отошел, другой начал. Я говорю, понимаешь, это Бог делает так. И несмотря на это, я нигде не звоню. Совершенно не звоню. А зачем? Обойдется. Сколько раз тебе звонил? Любой, назовите, кому я звонил. Так, тебе звонил, вот это звонил, этому звонил. Почему врач? Он нужен был здесь, я не могу его достать. Церковно-приходской совет. Один раз брякнул, то в минуту я уже вложился. Это тоже у нас она в нашей общине. По финансам где-то. И что-то нужно с печатью или где-то. Сергей Павлович, это постоянно. Куда-то поехать, повезти, получить. Все, больше звонков нет. Экономия во всем. Я молюсь об этом каждый день. И ты не работай, ни копейки не зарабатывай. Учаясь на двойке, 15 тысяч телефонов. Дядя Тихонович, я копила на телефон с восьмого класса. Я подрабатывала. Ну да. Почему я должен экономить на тебе? А ты бы на эти деньги-то купила гречки. Зарабатывала. Куда я брякнула туда? Почему я не беру такой гречки? Я покупаю гречку. Я покупаю все. Тебе зачем покупать, когда я давал каждую неделю? Мы боимся, что она испортится. Мы не так много гречки едим. Понятно. А я не боюсь. Значит, у меня два центера, и я не должен бояться. А у тебя слишком обреченный режим. Даже крылья с велосипеда сняли. Не пойдет так. Игра несерьезная. Я сказал, вам образовать фонд не менее, чем семизначные цифры. Что такое семизначные? Миллион. Миллион. И по сегодняшний день я в сравнении оставляю эту затею. А что означает? Среди вкладчиков я всегда должен держать первое место. Посуды. Он сказал, если вы будете дурить, кто ведет счет, она записывается. Я сразу снимаю и направляю в другое место передать, которое больше нуждается. Ты наносишь удар по себе, не по мне. А я взяла тут вот это. А у нас пропадает. А как она пропадает? Расскажи. Мы ее не едим. Ну вы ее не едите. Зачем покупаешь тогда? По чуть-чуть иногда едим. Сидет она в гост. Это понимаете, дурь какая. Но так не бывает. Муку пошла в пригород, купила, села за стол, села. Теперь опять жду. Ну какая ты хозяйка? Ты что ты дуришь-то? Четыре человека, а отец пятый. А нам не надо. Лапшу сразу покупаете? Нет, у нас еще есть. Еще есть. Откуда она у вас? Вы дали. Ну дали, значит, доказательство. Растительная маска почему у вас кончается? Откуда она у вас? Вы дали. То есть понимаете как? Дал не свое. Еще раз повторяю. Мне дают, у меня нет, у меня минимальный оклад. Пенсия. 8 тысячи 141 рубль 33 копейки. У меня вообще ничего нет. И из этих, из 8 тысяч, 8 тысяч уходят куда-то. На пропитание мне остается 100 рублей на месяц. Ты не работала еще, говорится. А я где-то что-то 15 тысяч. У меня голова закружилась. Я остановился. Подожди. Ты можешь ошиблась. Нет, не ошиблась. И рассказывает не кто-то, а Надежда Александровна. Она знает. Вам не дозвонишься. Экзамены не сдаете. Звонит куратор, преподаватель. Труппу не берут, спят. Ты у меня была здесь. Это не просто отношения неправильные, а похабные. У вас друзей никогда не будет. Никуда. И вас ждет печальная участь. На вас висит слишком многое. Я уже стою на грани того, чтобы отступиться полностью от вас. Вы дурите. Вставать не хотите. Богослужение пропускаете. Безбожником остается ночью эту безбожнику. У меня очень близкий человек. Ночевала однажды там. Сразу подсыпались. Она 4 месяца узнала, что с ней было. 4 месяца она еще не знала, что с ней будет. Я тебя узнал, Сергей Павлович. Вот он снимает. Что ты, а не и нафа, остается где-то на ночь ночевать. Я здесь забегал. Я не знаю. Я ума лишусь совсем. Сергей, поезжай. Если моя дочь, я с кувалдой приеду, все окна повыгину, дочь будет еще не дам ночевать. А тебе нужны нету? Подол на голове. Садись. Мы с тобой говорили, я записал по пунктам, что тебе в обвинении ставится. Сегодня не еще шарахнули сзади. Это не годится так. Не на равных наша игра идет. Ты еще не понимаешь ничего. Еще согнулась, я больная. Больная? Ты нуждаешься в помощи и ноль внимания, когда помогают. А ты должна молиться. Я говорю, за кого молиться? Кто мне дает? Мне дает. Я еще раз напоминаю сегодня, что я вам там говорил. В некоторых семьях явно издали видно, что руководит всем жена. Пересмотрите ситуацию. Пирамида перевернута в состоянии. Такой муж легко уходит от жены. Дочка примерно 25 раз только встала и села. Она не может, а мать за руку хватает опять. Мать пытается сказать, что шепотом нельзя ничего сказать. Она опять в стул, то на это встанет, опять повернется. А я замещаю, я сзади стою. Я смотритель. Я должен за порядком смотреть. Молиться и смотреть. И что получается? Батюшка считает Евангелие. При Евангелии все встают. Она сразу, девочка, ни раньше, ни позже, в очередную ситку, она села. Я тогда рядом, у меня Нила Александровна, я говорю, подними ее. Она подняла. Батюшка считает, она тут же, тут же сразу, раз, и опять села. Села. Ну вот батюшка только Евангелие закрывает, она сразу же встала, подошла. Она не знает, она не видит. Мы поставили в такой угол, где темно. Перед ней ровно 4 ряда женщин стоит. Что она увидит? А в православии не ушами. Когда вера отслышана, у нас есть видение, у нас все перевернутое. И выдвини ее сюда, чтобы она хоть глазами смотрела, она ничего не видела. Она выходит, мать за руки, она видит. Надоедать. Куповину отрезать давно надо было. Сколько лет? 5-то лет уже есть? Да. Сколько? Да. А какой выход, меня спрашивают? Больше рожать надо. Больше ничего не надо. Больше. Ни предохранительных, ни абортов, у верующих этого нет. Начинается новая жизнь. Это отрезать. С ней трудно будет, где бы она ни была. Она за мать хватается. Она в церковь подошла, ка села. Скукота. Батя не подошла, а что мать? А мать стоит сегодня, она стоит уже нормально. Она опять помыла маму, а ся опять. Я говорю, 7, 8, 12 раз, то есть она мешится, ребенок. А это не просто мешится, ребенок, а по признакам, которые есть, не сам. Его кто-то уже дергает. У вас опыта нету. Я это говорю, не желание зла сделать. Вы, братья и сестры, отрезку пуповину. Каким образом? Сама подумай, чтобы лишний раз не подходило. Вот у меня сестра рядом живет. Прямо через дом здесь. У нее 7 детей, 6 сыновей и дочка. Она ложится спать. Ребенок заплакал. Муж в топ. Накормленный. Сухой. На двор сводила. Не трогай. Дети ни один не плачут. У нас у матери на 12 детей. Ну, двое умерли рано. И мы никогда не видели, чтобы мать тетюшкалась, или кто за матерью гонялся. Вообще этого не было. Почему? Мне 5 лет, а на мне двое ребятишек следующие поднимаются. Откуда они берутся, я не знаю. В углу была крысами пройдена дырка. Мне сказал оттуда. Я что-нибудь заметаю. Все, куда забить. А они еще. Да поиграть еще это. Охаянная дырка. У меня все тут. Играть некогда даже. Ну, мы выросли везде. Так. Я с девочкой не разговариваю. Даже в присутствии родителей. Обдумайте. И дальше будет очень серьезно. Я не говорю проблемы. Это нехорошее слово. Нерешенная задача. Другое слово. Как это сделать? Сами подумайте. Подумайте. Куда задание должно быть? На людях за руки не хвататься нигде. Быть свободной. Дайте ей самостоятельность. Она не самостоятельная. Вы побыли здесь в хорошем месте. Я это наблюдаю. Смотрю. Вам жить. Рассказ такой есть. Я к себе знакомился. Девушка. Ну, ангел. Только женился. Ведьма и ведьма. Ну, почему? И он молился. Ну, почему? Я же молился. Ему ответ был. Я создал девицу. Господь говорит. А женщины вы сами их делаете. И получаете результат свой. Хороший ответ. И все понятно. Мы сейчас поедим. Вы собирайте, какие у вас будут компании. Я хотел интервью небольшое взять. Отдельно от этого оторвать. Подойди ко мне сюда. Кого я хотел? Нет. Оторвать? Нет, да. Можно оторвать. Не僅 ener Family AGUES. Оторвать тревоги.